Добрый вечер. Изменения, реформы, новшества вводятся. И на фоне всего этого учитель, тем не менее, должен все быстро впитывать и точно так же ориентироваться по всем этим новшествам и дать ребенку все самое важное. Для этого со стороны соответствующих органов организации проводятся обучающие семинары. И сегодня как раз состоялся один из таких семинаров, на котором говорилось об обновлении содержания образования. Название философское, но за этим очень много стоит, Тавеля Детовна. Как понимать обновление содержания образования? Очень актуальный вопрос. Вообще обновление содержания образования предполагает изменения в трех направлениях. Первое — это программы учебные, второе — это изменение самого учителя, то есть его методики, технологии преподавания. Ну и третье — это внедрение новой системы оценивания, критериальной системы оценивания. И вот как все новое вызывает много вопросов, создаются какие-то проблемы. И чтобы подготовиться к этому или как-то решить эти проблемы, помочь этим, Центр педагогического мастерства, Управление образования организует вот такого рода мероприятие, как сегодняшний семинар. Чем интересен, чем знаменателем был сегодняшний семинар? Ну тем, что, во-первых, его организатором была пилотная школа. Давайте определимся, что такое пилотная школа. Дело в том, что эта программа, по которой сейчас занимаются первые классы, она не на голову свалилась так быстро на школы. Она была опробирована, прежде всего, в Назарбафин-теллектуальных школах. Потом она была передана в пилотные школы. По Казахстану у нас 30 пилотных школ. Две из них находятся в Актюбинской области. Это вот новая средняя школа и средняя школа-гимназия номер 9. И вот в одной из этих школ мы как раз сегодня и были. И вот эта пилотная школа, которая уже год работала по этим программам, она и делилась своим опытом, показывала, как нужно работать, как можно работать сейчас учителю, и каких результатов можно добиться с детками. Они же совсем другие становятся, проходя эту программу. Ну и второе, то, что вызывает сейчас очень много вопросов, это система оценивания. Она другая. И у родителей много вопросов, у учителей много вопросов, как ее внедрять. И в этом направлении работали сегодня тренеры Центра педагогического мастерства. Они тоже, мы хоть и не называем их тренерами, но это профессионалы, это педагоги, которые прекрасно владеют методиками, технологиями преподавания, критериальным оцениванием, и которые сегодня работали вот с учителями. Это первое. Второе, что важно, мы сюда пригласили 53 ведущие школы. Я хотела бы немножко здесь сказать об этом новом понятии. Ведущие школы — это школы поддержки обновления содержания. У нас в Октябрьской области их 53. Вокруг этих ведущих школ формируется сообщество. Мы их называем сетевые сообщества из 5, 6, 10 школ. И вот ведущие школы по нашим идеям, по задумкам, должны стать центром повышения квалификации для своего небольшого сообщества. Только так мы сможем распространить эти идеи, донести до каждого учителя в области, в стране. Ведущие школы существуют не только в нашей области, но и вообще по Казахстану. И вот сегодня были по одному-два учителя первых классов из каждой ведущей школы. А идея такая, что обучившись здесь, найдя ответы на какие-то свои вопросы, они просто дальше донесут эту информацию. Тария Адетовна, Вы сказали, что пилотные школы существуют в областном центре и работают они по обновленной программе уже год. Результаты, о них, наверное, еще рано говорить, но предварительные. Вот Вы отметили, что дети уже совершенно другие. Как они, чем отличаются от своих сверстников, которые обучаются в непилотных школах? Более самостоятельные, открытые. Они не боятся задавать вопросы. Они не боятся идти на контакт с учителем, друг с другом. Та форма работы, которую применяют учителя, она научила их открытости. И понятие вот этого коллаборативного духа, да? Когда ребенок готов у кого-то учиться, готов сам делиться, готов обучить кого-то. Обычно такие качества прививаются после того, как родители, которые хотят раскрыть своего ребенка, водят его по различным кружкам, секциям, вне школы. А сейчас все это будет теперь даваться уже в стенах школы. Ну если смотреть уже, это психологическая сторона, скажем так, то есть готовность личности к жизни в обществе, да? А есть же вторая сторона, знаньевая сторона. В прошлом году, в феврале, приезжала большая команда из Министерства образования и Национальной академии образования. В состав этой комиссии входили и наши тренеры, Центр педагогического мастерства. И провели как бы срез, мониторинг, как же идет эта программа. И один из представителей Министерства образования сказал, вы знаете, скажу честно, я была против этой программы, но когда я пришла сюда, когда я увидела, как Ак-Тюбе работает, я говорю, вот на 180 градусов развернулась, и теперь я только буду поддерживать эту программу. Кроме этого, в конце года был взят срез по всем предметам, это, как раньше называли, контрольные срезы, и результаты тоже очень-очень неплохие. Причем, в каком плане неплохие, разница между слабым учеником и сильным учеником сокращается. Раньше мы как получали? Слабый ученик, он и оставался очень долго слабым. А сильный, то есть мы работали в основном, ориентируясь на более одаренных детей, правильно? А сейчас эта программа, она не только не теряет одаренности детей, но она и подтягивает остальных вот к этому уровню. То есть я фанатка этой программы образовательной. Это пилотные проекты, которые реализуются на базах пилотных школ. В случае их успешной реализации, теперь они будут потом применяться повсеместно, эти программы? Да, вот программа за первый класс, она опробирован была в прошлом году, а в этом году, 1 сентября, по ней работают уже первые классы. Конечно, работы еще очень много. Очень много работы с преподавателями, ведь нужно еще их менять. И в этом направлении у нас работа началась очень давно. Для чего вообще создали Центр педагогического мастерства? Мы на рынке образовательных услуг, ну скажем, не на рынке, а в сфере образовательных услуг, довольно молодая организация. В 2012 году мы открылись. И цель, может быть, основное направление, это повышение квалификации педагогов. Мы начали обучать новым технологиям, методикам преподавания. А начиная уже с этого года, с лета этого года, мы начали уже вести более такие предметные курсы. Курсы для учителей начальных классов, курсы для учителей английского языка, казахского языка и так далее. Летом 2017 года мы будем вести курсы для учителей основной школы, то есть с 5 по 9 класс. То есть мы готовим учителей. Естественно, этого может быть еще недостаточно, потому что мало того, что ты подготовил учителя, ты ему даже дальше должен помочь. Через что? Через вот такие семинары, через посещение уроков. Мы очень много выезжаем в районы и посещаем уроки, стараемся помочь учителю. Очень часто говорят, Таверяя Диетовна, о кембриджской системе преподавания, которая сейчас очень широко практикуется многими учителями. В чем она заключается, какая польза есть для самих деток, учеников? И вяжется ли она с принципами вот этих пилотных программ? Давайте сначала определимся с терминологией. Та программа, которую в народе называют кембриджская, на самом деле разработана Центром педагогического мастерства совместно с факультетом образования Кембриджского университета. То есть это совместный труд. В Центре педмастерства в Астане сидит очень сильная команда профессионалов, которые пишут программы. Это первая, то есть это не только кембриджская, но это... Наработки еще и казахстанских. Мы ее называем уровневой программой, да, и она включает в себя и методики, ну скажем так, работы не только зарубежных авторов, но и казахстанских, советских. То есть ничто не забыто. Это все собрано, отсистематизировано и в очень хорошей форме дается учителям. И на этих, вот как вы говорили уже, курсах нет разницы, та программа или обновленная программа. То есть мы на этих уровнях курсах меняем подходы преподавания у учителя с тем, чтобы он, придя, взяв, придя в школу, взяв эту новую программу, не растерялся, а знал, что с ней делать. Для самих учеников какая польза от того, что учитель применяет во время учебного процесса то, что предусмотрено в кембриджских программах? Ну еще раз говорю, не кембриджские программы. Ну для меня это привычно. Хорошо, да-да, я поняла. И в народе быстрее понимают так. Вы знаете, мы очень много уроков, как я уже сказала, посещаем. И мы видим, как раскрывается ребенок. Лидерские позиции, раз. Умение научить другого, взять ответственность на другого, два. Третье, это умение добыть информацию, найти информацию, проанализировать эту информацию, что-то не нужно отсеять, то есть умение работать с информацией. Наверное, вот это. Не просто ее вбирать в себя, но еще и думать, где ее можно применить. Конечно. Эти навыки, то есть мы формируем, это программа, скажем так, формирует те навыки, которые им нужны будут в будущем, в школе. Я часто говорю, что в мире как бы определился уже такой перечень навыков 21 века, и вот они заложены вот в этой программе. Таверя Адетовна, ну и о трехязычии, которые с первых классов уже внедрены в казахстанских школах. В пилотных школах они также преподаются, и вы как раз говорили о подготовке учителей. Вот с данной задачей как справляются сами учители и сами дети? Ну давайте еще раз определимся, что такое трехязычие. Бытует ошибочное мнение, что это вот, допустим, урок литературы должен вестись на трех языках. Ни в коем случае. Трехязычие — это изучение трех предметов на своих, трех языков, скажем, на своих предметах. Русский язык изучается на уроке русского языка, английский — на уроке английского языка, казахский — на уроке казахского языка. Это первое. Второе. Планируется, как оно будет внедряться, я сейчас не могу сказать, но планируется преподавание некоторых предметов на английском языке, некоторых предметов на казахском языке, например, в школах с русским языком обучения, и некоторых предметов на русском языке в школах с казахским языком обучения. Уже чтобы на практике могли применять эти свои знания. Да, к этому мы уже готовимся. Как? То есть пока этот предмет начнется, допустим, в седьмом, восьмом или девятом, я не могу сейчас сказать, в классе, к этому времени ребенок с первого класса уже будет изучать эти языки, он к этому подойдет уже подготовленным. Другой вопрос, другой вопрос, это как подготовить учителя к этому. И в этом направлении тоже огромная работа ведется. И в этих программах кто у вас партнеры? Английскому языку, допустим, преподаватели начальных классов обучают в каких-то институтах, университетах, на курсах, возможно, в Назарбаев, интеллектуальной школе. То есть кто готовит учителей? Мы не будем обучать учителей начальных классов английскому языку, потому что для себя, конечно, они могут это выучить. Да, да, да. А на уроке им это не нужно в том плане, что он в казахской школе, начальные классы ведут свой урок на казахском языке. Если он достаточно владеет английским языком, он может вводить какие-то фразы или слова на английском языке, но это не обязательно. Здесь речь идет о предметниках, учителях биологии, химии, физике, информатике. Которые, возможно, в будущем будут преподаваться на иностранных языках. Да. И вот в этом плане я могу сказать только о том проекте, который Центр педагогического мастерства делает. Мы планируем обучать этих учителей, уже есть список данных учителей, мы планируем их обучить на 10-ти месячных курсах с отрывом от производства английскому языку. Сейчас идут подготовительные работы. Начало я не готова вам сказать, когда будет. Кроме этого, как ни странно, мы будем обучать учителей английского языка английскому языку. Почему возникла такая необходимость? Дело в том, что учителям английского языка в недостаточно хорошей степени знают свой предмет, язык. И поэтому вот в этом направлении мы тоже будем предлагать им довольно мощные курсы, чтобы они подтянули свой язык с тем, чтобы они могли обучить и ребенка. На сегодняшнем семинаре какие наиболее часто были задаваемые вопросы? Вопрос по новой системе оценивания. Мы предполагали, что этот вопрос будет, поэтому наши тренеры сегодня три часа отработали в четырех группах, чтобы это было прям доступно до каждого, доходчиво. Видите, это... То есть если ребенок получал пятерку, это не только из-за того, что благодаря своей памяти и красивому почерку, но еще и по каким-то другим критериям он теперь будет получать... Дело в том, что давайте начнем с того, что есть два типа оценивания, которые сейчас внедряются, формативные и суммативные. Ну, чтобы не пугать названиями такими, это очень просто. Формативное оценивание — это ежедневный опрос ребенка, только есть свои какие-то, ну, свои задания, скажем так. Но оценка не ставится ребенку ни в журнал, ни в дневник. Вот это первое новшество. И здесь учитель должен быть мастером, мастером формативного оценивания. Он должен уметь давать такую обратную связь, после которой ребенок захотел бы учиться. Не два ему поставить или сказать три, садись, а сказать, вот здесь у тебя хорошо вот это получилось, но мне кажется, тебе надо вот с этим поработать. И слабые и сильные стороны. Да, вот это мы пытаемся обучить учителей, это первое. И понятие суммативное оценивание — это то, за что будут выставляться оценки за четверть. Да, в четверти и за четверть. Вот первые классы, первые полугодия, они шли только на формативном оценивании, то есть у них оценок не было. Для родителей, конечно, это сложно, это странно, это непонятно. Но вот как показывают пилотные школы, вот они как раз этим делились. Да, это оправданно. Родители к этому привыкли. И они поняли, что это действительно работает. Это не травмирует ребенка. И в то же время не расслабляет. И не расслабляет. С вами были Акмарал Майкузов, а также Тавеля Диетовна Акимова, директор Центра педагогического мастерства. Благодарим вас за внимание. Эфирная эстафета передается Гульбаршин Аккатовой. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин